здравствуйте доктор кук здравствуйте всех приветствую всех приветствую мы счастливы что вы снова с нами и сегодня с нами выдающийся психотерапевт главный человек в эстонии доктор кук почему я называю доктора кука главным человеком в эстонии еще один аргумент потому что доктор кук учит самому главному искусству какое же это искусство нет это не музыка это не танцы и это даже не искусство красить яйца на пасху это искусство жить среди людей самое главное искусство поэтому доктор кук здесь главный человек наши зрители на мои вопросы мы обсудим какие-то темы актуальные и начать я хотел бы с такой темы в большой семье доктора кука вы не единственный врач у вас есть еще и замечательная невестка доктор анна кук которая сейчас находится на передовой линии борьбы с коронавирусом расскажите пожалуйста что вы вот знаете об этом доктор кук насколько это тяжелый труд тяжелая работа сейчас я знаю что врачи работают на износ как себя чувствует ваша невестка еще раз приветствую искусство быть собой это самое главное и вы самые главные в этом научиться возьмите от нас опыт возьмите мысли развитие и в себе продолжить эти рассуждения ну каждый из вас я думаю исправится анна не доктор она всего лишь рентгенолог но работает в региональной больнице и как все ее коллеги конечно они на первой линии соприкосновения с вирусом пациенты поступают слава богу уже вторая неделя никто не скончался в эстонии в целом и остается так регистрация новых зараженных пять-шесть вот так пять-шесть но уже уже какие-то надежды есть что пандемия начинает сворачиваться будет вторая волна а не будет но посмотрим а пока медики работают не жалея своих сил энергии помогает и я я преклоняюсь перед всеми медиками медсестрами и не врачами и всем медицинским персоналом вот вот так коротко я скажу ну вот вы замечательно сказали что главное искусство это искусство быть собой принять себя очень многим это удается с трудом и и принять себя означает ведь и принятие другого человека со всеми его особенностями может быть странностями и индивидуальностью вот доктор кук скажите пожалуйста как научиться принимать себя как принять себя вот самые простейшие шаги понятно что это большая тема большой вопрос и требуется подчас очень много времени кропотливой работы психотерапевтом для того чтобы научиться этому чтобы перестать себя гнобить и ненавидеть критиковать и полюбить себя от искусства да но все таки что вот сейчас те кто нас смотрят чтобы они вот прямо сейчас не отходя от экрана могли бы сделать для того чтобы приблизиться к овладению этим искусством поймите что жизнь у каждого человека одна и принять себя это выражать свои помыслы желания выражать свои устремления что ты хочешь в этой жизни сделать и и когда вы умеете выражать свои мысли чувства желания это вы и есть принимаете себя вы никому ничего не должны не обязаны и вам никто не должен не обязан самое дорогое у вас это ваша жизнь и ваши родные и близкие принимаете себя значит выражаете и мысли и чувства и заботы и умеете их удовлетворить свои потребности двор это быть собой никто никому не должен не обязан поэтому если вы так себя принимаете то вам нет надобности играть какого-то хорошего мальчика или хорошей девочки быть правильным или правильной вы живете своей жизнью вы самодостаточны и поэтому имеете право выражать свои эмоции любые они всегда будут адекватны нет повода для того чтобы там на кого-то накинуться на самом деле ну посмотрите если в конфликте люди начинают кричать не слышат друг друга абсолютно эмоции зашкаливают искажают восприятие а то же самое вы можете донести очень спокойно взвешено и при этом оставаясь доброжелательным кто бы то ни был перед вами вы остаетесь доброжелательным если критика несправедлива или нападки какие-то это все бывает в жизни если несправедливо не принимайте это в свой адрес вот и все вы остаетесь с собой а вот людям очень свойственно либо оскорбляться вот все их оскорбляет там чья-то шутка может быть чей-то взгляд там какой-то колки да словцо там острое и вот они вот оскорбляются причем такое впечатление что они от этого удовольствие получают даже что бы вы сказали напряжены и любая шутка любая колкость или поведение другого человека ну вызывает очень болезненная чувствительность такая поэтому и такие реакции если вы сами с собой и нет надобности переделывать других дайте возможность другим людям жить своей жизнью все что происходит это во благо и даже тогда когда нам что-то не нравится и даже когда мы совершаем ошибки это все во благо мы для того и живем чтобы исправлять ошибки и эволюционировать развиваться поэтому живите спокойно в своей жизни и делайте и делайте максимально что вы можете сделать именно в этот день и что-то не нравится корректировать вносить изменения вот и все это прекрасный совет от профессионала 45-летним стажем доктора Кука теперь давайте перейдем к вопросам наших зрителей с нашего сайта с нашего канала и так как справиться с депрессией после расставания и понять чего хочешь от жизни всегда болезненно люди воспринимают разрыв в отношении мы понимаем что заставить любить невозможно никого наши чувства это как та лошадь которую привели на водопой заставить привести на водопой мы можем а заставить пить невозможно что произошло то произошло если вы по-настоящему любите отпустить отпустить вы по-настоящему любите вы принимаете любой выбор И по поводу того, что произошло, надо только принять, принять. Не накручивайте себя, это выбор, жизнь продолжается дальше, вы можете завершить эти отношения, чтобы быть готовым к другим, новым отношениям. Сохраняйте чувство гордости, чувство собственного достоинства, самоуважения. Так получилось, не сложились отношения. И впадать в депрессию не стоит. Вначале все люди переживают реакцию горя. Это естественная реакция. Естественно, наше настроение падает до нуля. Когда приняли, пережили, что произошло, отпустили, и тогда реакция горя, она не затягивается. Выразили эмоции, поделились с родными, близкими, с лучшим другом, с лучшей подругой, получили поддержку. Можно жить дальше, можно двигаться дальше. Если человек начинает страдать, эмоции загоняет внутрь, и чем больше, тем больше, начинает бороться неизвестно с чем, вот со своими обидами, с комплексом. Это истощает центр удовольствия, и тогда уже реакция горя переходит в депрессию. А с депрессией надо уже работать отдельно. Надо оценить депрессию по проявлениям этой депрессии. Какие комплексы сформировались, какая связь с родными, близкими в вашем детстве, травмы детские, да, это все уже разборачивается, работа. Создать свой ресурс, научиться работать с этими негативными мыслями, они невольно наплывают, и как с ними работать. Но моя задача – научить, передать инструменты, научить ими пользоваться. Тогда можно уже и выходить из депрессии. Завести тем или иными способами свои центры удовольствия, чтобы они работали, восстановились и обеспечивали гормонами настроение самочувствия. От вас много зависит. Вначале идет мысль, а потом уже все переживания, чувства, эмоции вслед за мыслью. Поэтому много можно сделать, изменить сам стиль мышления, восприятие, кто я, как я отношусь. Отпустили, пожелали добра, можете любить дальше. Настоящая любовь, она безусловна. Поэтому можно любить дальше, не ставить никаких условий, требований, и вы быстрее восстановитесь. Справитесь и с реакцией горя, разрыв в отношении, и с депрессией. Вот такой ответ. Замечательно. Следующий вопрос, доктор Кук. Что делать, когда раздражает чужое мнение? Раздражение, раздражение. Это проявление гнева. Вы выразились, что-то не понравилось, показали свои эмоции. А так, пусть мнение другого человека остается. Хотите конструктивно поговорить? Ну, подискутируйте. Но когда вы дискутируете, даете оценки, ну, надо, чтобы эти оценки были аргументированы. Не сводите свои рассуждения просто к стереотипам и не навешивайте ярлыков. Вы считаете, что это так и так и так. Вы не согласны. У вас своя позиция. Но хочется подискутировать, подискутируйте. Только подводите под свои суждения хорошую аргументированную базу доказательства. Своего доказательства. Вы высказываете мнение не истинно в высшей инстанции, а просто ваше мнение, которое вы имеете на это мнение право. Вот это конструктивно. А все остальное – осуждать, раздражаться, гневаться. Ну, это уже из разряда деструктивных отношений. Кроме ссоры и конфликта, кроме того, что вы показали вот такую реакцию, вам не понравилось. Ну да, мы живые люди. Ну да, вот мы можем что-то… Но помните, можно сердиться, раздражаться, но не унижая человеческого достоинства. Можно выражать любые эмоции. А уже если это раздражение мешает простому общению, ну тогда вот нужно продумать глубоко, может быть, пройти курс психотерапии управления гневом и там научиться, как управлять своими эмоциями. Вот так, такой ответ. Ну вот следующий вопрос нашего зрителя, он очень узкий, очень специальный, там по поводу приема тех или иных лекарств, препаратов, вот доктор прописал, но они вызывают рвоту, тошноту, и вроде как человек не может принимать их и так далее. Лучше всего с такими вопросами обращаться лично к доктору Куку, потому что вот эти интервью наши, они все-таки, ну мы рассчитываем на более широкую аудиторию зрителей наших и ответы могут быть интересными. Я объясню, я объясню сразу, да? Вот идет курс лечения, есть показания, у вас есть лечащий врач, все вопросы по поводу действия препаратов нужно обсуждать только с лечащим врачом. Никто не имеет права со стороны указывать или рекомендовать даже все. Вот моя рекомендация, надо эти вопросы, узкие вопросы обсуждать с врачом. На что направлен препарат? Каково его действие? Иногда препарат усиливает какие-то симптомы. Может быть, это реакция адаптации, может быть, это дело в дозировке, а может быть, не тот препарат. И эти вопросы всегда надо обсуждать только с лечащим врачом. Лечение, тем более, медикаментозное. Это не препарки какими-то там пластырами. Это серьезное отношение. Серьезное. И поймите, что любой курс медикаментами, это все равно, что как вы вдвоем с доктором отправились в какой-то полет. И вырывать штурвал у вашего доктора, у вашего пилота этого медицинского курса, да, медицинского, никто не имеет права. Поэтому обсуждайте только с лечащим врачом. Все. На этом все вопросы отпадают. Не нравится? Нет контакта с врачом. И долго вы мучаетесь. Замените врача. Найдите того, о ком отзывы пациентов такие. Благожелательный отзыв. И начнете курс с... С вторым пилотом. С вторым пилотом, да. Поменяли. Поменяли. И самое главное врач и пациент это доверительные отношения, понимание и уважение. Вот это самое главное. Как в любом деле. В любом деле. Доверие, понимание, уважение. Если это, можно двигаться дальше. Вам доверяют доктор Кук, поэтому задают эти вопросы. И надеюсь, прислушаются к вашим рекомендациям. Теперь вы автор энциклопедии зависимости. Вы все знаете о зависимостях. Давайте, может быть, вот такой вопрос пришел от зрителя нашего. От зрительницы. Не может без кофе с сигареткой начать день. Все из рук валится. Но, видимо, чувствуют, что что-то не так идет. И вот спрашивают, чем это заменить. Можно все? Как избавиться от этой зависимости? Поймите, любая зависимость – это уход. Уход от тех проблем, которые необходимо решить. Поэтому, какая бы ни была зависимость, интернет-зависимость, секс-зависимость, любовная зависимость, информационная, игровая зависимость, зависимость от копий, от никотина, еще что-то, еще, значит, всегда человек не может решить какие-то другие проблемы. Может быть, работает на износ, может быть, большие нагрузки, может быть, надо снизить обороты, может быть, надо научиться отдыхать. Если нормальный, хороший сон, и человек выспался, уже само пробуждение – хороший стимул на весь день. А мы не нуждаемся в каких-то стимуляторах, никотиновых, кофеиновых, не нуждаемся. Другое дело, чашечка кофе, там, 2-3 чашки за день, вы выпили, все прекрасно. Сигареты – это вы решайте. Решайте. Понятно, что здесь никаких доводов говорить о том, что сигареты якобы полезны, тут уже и так все знают. И так все знают. Мешает, нужно продумать, поработать с этой зависимостью. Любая зависимость, есть два крыла, химическая, физическая зависимость, да, и эмоциональная. Есть зависимости, когда физический компонент как бы не проявляет себя, но психологическая зависимость, она присутствует. Поэтому, вот, надо принять решение, поставить точку, точку невозврата, воспринимать это как благо, наконец-то, и научиться отстраненно смотреть на все эти сигналы, намеки, когда появляется соблазн, желание, рука тянется снова к сигарете или к чашке кофе, вы приняли решение, вы прошли точку невозврата, точку... И надо научиться прожить этот отрыв. Признаки этой связи с старым агентом зависимости, но это чувствуется только 2-3 недели. 2-3 недели. Надо прожить в позиции нейтралитета и наблюдать со стороны, и не подпитывать ту или другую программу зависимости. И эти рефлекторные связи, которые удерживают, они погаснут. Нет борьбы, нет бегства, принято решение, научились воспринимать эти позывы, закурить или хватать чашку кофе, пережили отрыв. У кого-то достаточно недели, кому-то надо 2 недели, 3. И лучше всего, конечно, это поработать по специальной психологической программе. Я бы сказал, что гасить рефлекторные связи гораздо легче, чем гасить кредиты. Поэтому у вас все получится, дорогие друзья. Прислушайтесь к рекомендациям доктора Кука, пройдите программу, и вы никогда об этом не пожалеете, будете здоровыми, счастливыми, и никаких проблем такого рода у вас уже не возникнет. Да, ну вот два года назад вышла книга «Вверх тормашками бросай курить» по-новому в Германии вышла эта книга, но многие пользуются, покупают, заказывают, и я думаю, можно будет найти. Да, так что бросай курить, вставай на лыжи, и вместо язвы будет грыжа. А доктор Кук? Желаю вам всем добра, желаю здоровья, не надо нам ни грыж, ни никаких язв, поэтому улыбайтесь, и все по плечу, и самое главное, как подойти, и что нужно сделать, но задача уже психотерапевта. Вопрос о психопатах, который вот кажется намного нашим зрителям, намного опаснее шизофреников. «Почему их никто не лечит, психопатов?» спрашивает наш зритель. «Они вредят обществу, и зависти могут подавлять и унижать других из зависти». психопаты или расстройство личности, люди, которые живут за счет других, настолько их эго внутри, настолько оно разбухло, у них даже мысли нет, не возникает мысли кому-то от такого поведения подавления. Психопат, расстройство личности того или иного вида, у него даже мысли нет, кому-то будет плохо. Они живут за счет других, поэтому они адекватны, когда они чувствуют силу, они сворачивают свою деятельность, сворачивают, они издеваются только над теми, кто не может дать отпор, только слабый, только слабый. Сильным он подерется, он получит по физиономии, но уйдет в сторону. Они живут за счет слабой личности. Поэтому, во-первых, есть выбор изолироваться от этого психопата, пусть живет как он хочет. А что лечить? здесь поведенческие расстройства. Всегда есть выбор, может так поступить, может иначе, а что лечить? Это патологический характер. Характер невозможно лечить, можно воспитывать теми или иными способами. Поэтому, даже раньше попадали психопаты в отделение, в психиатрическое отделение, они долго там не задерживались. Во-первых, никто не выносит их поведение, их выходки, ни в какие ворота не лезут. А во-вторых, ну, что лечить? Что лечить? Шизофрения, да, там обменные процессы нарушены в головном мозге, и нужно помочь, болезненные процессы. А у психопата, он сформирован так. Либо это генетически прослеживается из поколения в поколение, либо тяжелое детство. А бывает так, что два факта, и наследственные, и патология семьи сказывается на человеке, он начинает развиваться именно как психопатическая личность, расстройство личности, того или той или другой формы. Но надо принять решение и жить отдельно. Я только такой выход вижу. А так есть подходы, которые позволяют так или иначе прорабатывать, смягчать эти качества. Есть случаи, психопат остается психопатом, но уже он проявляет свою патологию в отношениях по-другому. Было бы желание, было бы желание. За все время, за 45 лет, психопаты обращались на одной руке, пальцем достаточно. 5-6 случаев, не больше, за 45 лет. Но это проблема, когда больные не считают себя больными, зависимые не считают себя зависимыми. Обращаются те, кто страдает. Страдают. А сам человек, он не больной, это расстройство личности, и все, он не больной. Да, в регистре международной классификации болезней МКБ 10, МКБ 11, 12, но есть этот раздел расстройства личности. Ну, а как лечить? Только эмоционально-поведические какие-то психотерапевтические подходы можно использовать. Если человек сам захочет, задумается об этом, он будет мотивирован правильно, и эти люди обращаются. Такой вопрос, доктор Кук, вот об атмосфере в обществе, вот насколько важна атмосфера в обществе, как бы вы описали существующую атмосферу, насколько она влияет на психическое здоровье? атмосфера в обществе хорошая в целом, здоровая, все люди понимают друг другу, есть волонтеры, которые разносят нуждающимся и заказы, и пакеты, и гуманитарную помощь, нормально люди относятся в целом к здоровой обществе. Но есть такие, которые в тревожном состоянии, они и рассылают всякие фейки, они тревожны, они беспокойны, и вот всюду-всюду очень активны к этому, то есть сами люди разжигают в себе эту тревогу, пессимизм, негативизм, все это особая категория, может быть 20-30% особой категории. Некоторые говорят, что я не знаю кому верить, уже в растерянность, не знают кому верить, что вообще происходит, они сбиты с толку, а некоторые четко понимают, осознают, используют изоляцию, используют карантин себе во благо, а я знаю, многие занимаются, берут курсы дополнительные, изучают языки, те или иные новые курсы, себе во благо, учатся, не теряют время, потому что после кризиса они способны восстановить свой бизнес или найти себе другое применение в какой-то новой зоне, они не теряют время, они учатся активно, и если человек мог тогда заработать деньги, то уже в новых условиях он обязательно снова начнет зарабатывать деньги, поэтому все, что происходит, все это временно, и не надо доводить себя накручивать до отчаяния, вот такое мое мнение об обществе в целом. Наша зрительница оставила такой комментарий, у всех умных людей самооценка завышена, и это нормально, просто не хотят связываться с бешеными собаками, которые наверху, зомби, зазнайки, прославляющие деньги, боготворящие деньги, как бы вы прокомментировали это? Правильно, женщина пытается понять, что происходит, она по своим категориям, что ей не нравится, она таким образом высказывает, поэтому да, есть отдельные случаи, отдельные, всегда надо выходить на конкретику, всегда надо говорить о чем-то определенном, есть такие, такие, такие. Поэтому, ну, что делать? У власти есть и сила, у власти есть полиция, у власти есть армия, в конце концов, поэтому, ну, зреет общество до какого-то момента, ну, какие-то устройства общества, ну, может дойти до предела, мы знаем, что очень сильные забастовки, протесты, склонные к анархии, вот сейчас в Румынии, что происходит, да, ну, там вот полиция уже не справляется, по крайней мере, по тем роликам, которые я видел, город брошен на производ, справились они, не справились, я не знаю, ну, по крайней мере, вот по роликам можно было увидеть, что иногда выходит за берег какое-то развитие, да, выхлёстывается, ну, по крайней мере, автор этого вопроса небезразличный к тому, что происходит, и я благодарен таким людям, которые не молчат, а говорят, что им не нравится, и называют вещи своими именами, более удачный, или менее удачный, но небезразличный человек, молодец, автор этого вопроса. А я надеюсь, что наши зрители будут благодарны вам, нашему каналу, за ту работу, которую мы проделываем, и я хочу сказать, чтобы зрителям нашим не стесняйтесь, спонсируйте нас, наш видеоканал, потому что, кроме вас, это сделать некому просто, и наш канал единственный, который, для которого вы не являетесь объектом манипуляции. Здесь мы просто высказываем просвещенное мнение, помогаем вам обрести психологическую культуру, и быть счастливыми, быть собой, принять себя, быть успешными, и наслаждаться жизнью. Спасибо вам огромное, доктор Кук, за это безумно интересное интервью. может быть, вы что-то хотите сказать напоследок нашим зрителям? Я желаю всем, мы можем преодолеть, насколько мы активно относимся к жизни, насколько мы верим в себя, и мы можем преодолеть, что бы ни случилось, мы можем преодолеть, только надо держать пульс на реальной жизни, и моментально реагировать, ну как в той игре кораблекрушения. Люди гибнут в океане от пассивности, от бездействия, а кто поступает активно, обычно выживает. Правильно он поступил, неправильно, он отреагировал, он найдет, увидит свою ошибку, но активное отношение к жизни, поможет выжить в любых условиях. И от того, что вас разделяет, поддерживает, вы заботитесь о родных и близких, это нам дает силы. Поэтому уверяю всех, что сможем преодолеть и не такие испытания. Поэтому сохраняйте здравый смысл и веру в себя. Я спасибо вам, доктор Кук, я вспомнил про давнишний вопрос, не отвеченный зрительница, и интересовалась, как не пускать других за вот эти личные границы, которые постоянно нарушаются. как уберечь границы, сделать их непроницаемыми для посторонних. Вовремя говорите, когда первая попытка переступить черту, сразу же говорите, мне это не нравится, извините, это не ваше дело, мы не будем это обсуждать. Все, успокойтесь, давайте договоримся, что вы не будете навешивать на меня ярлыки, не будете высказывать свое раздражение, гнев, и займитесь своей жизнью. Я как-нибудь сама справлюсь, сам справлюсь. Вот такое останавливать на той границе допустимой, которую вы поставили. Ну, вот такое событие. Благодарю вас, доктор Кук, крепкого вам здоровья, огромных успехов, и до новых встреч. Спасибо, ждем новых вопросов, выберем какую-то тему, уже посвященную одному чему-то, так что у нас будет впереди наши встречи. Присылайте вопросы, друзья, тем более, что доктор Кук вот делает такой жест, и задавайте вопросы ваши смело в комментариях к данному видео. Спасибо. Спасибо. Спасибо.